С наступлением тепла все чаще на дорожках и тротуарах можно встретить любителей электросамокатов. При этом в заведении ограничений для них выступает большинство нижегородцев. Об этом власят данные опроса «Суперджоп». Респонденты считают, что нужно запретить несовершеннолетним управлять самокатами, ограничить предельную скорость движения и ввести обучающие курсы с последующей выдачей удостоверения. Согласны ли с этими ограничениями саровчане? Давайте узнаем. Я думаю, что нужны все-таки, потому что не разрешают через дорогу проезжать на нем, они все равно едут. Делаешь замечания, огрызаются, особенно молодежь. Надо, конечно, что-то... Научить на нем ездить тоже нужно? Конечно, конечно, обязательно. Но я считаю, скорость все равно нужно ограничить чуть-чуть, потому что все равно человек может упасть, повредить себя. Я видела, как люди падают, поэтому считаю, что чуть-чуть нужно ограничить. Без разницы, я ими не пользуюсь, я не водитель, мне то есть они вообще без разницы. А вам не мешают, например, те, кто водит электросамокаты, может быть, скорость высокая или вполне нормальная? Нет, я не сталкивалась с такими неудачными случаями. Когда пешеходы идут, они опасаются электросамокатов. Они же быстро ездят, я считаю, что надо. Электросамокаты вообще по городу вам не мешают, вот те, кто их управляет? Нет, не мешают. Пускай ездят. Не мешают вам электросамокаты? Нет. А зачем? Почему? Ну, так мы отменим, кстати, как и велосипеды. Вон, я гляжу, ребят на велосипедах. Просто электросамокаты говорят, что развивают очень большую скорость, хотят хотя бы как-то ограничить их скорость. Ну, по скорости, может быть, и надо, а так ограничивать. Господи, у нас все там что-то запрещают. Это запретить, это это самое. Бойзно даже. А вот хотят ввести обучающие курсы для людей, чтобы удостоверение выдавали, и только потом люди могли арендовать вот такие вот электросамокаты. Как вы считаете, это чересчур уже мера или нужная? Ну, я не могу сказать, что это вот прям нужно, потому что там же как-то дети же ездят на этих самокатах. Вот я часто вижу, допустим, в школу, там студенты едут в институт. Ну, не знаю, может, это даже чересчур. Ну, просто как-то надо ребят привлечь, чтобы не то что ребят, а людей. Да, еще вот как бы некоторые по два человека. Даже ребенка впереди себя ставят. Я считаю, вот это тоже неправильно. Даже на велосипеды в свое время ввели. Причем именно электросамокаты, которые по дорогам не катаются, а по тротуарам ездят. Тоже считаете, нужно, да, какое-то запрещение, чтобы правила были, да? Ну, естественно, правила. Просто даже по тротуарам, где пешеходы ходят, а не на скорости ездят. Спасибо.